Взрыв газа в Рязани произошел в квартире неблагополучной семьи. Так сообщают многие СМИ, в том числе федеральные. Откуда эта информация неизвестна, но по словам соседей, семья была самая обычная. Мужчину из этой квартиры взрывной волной выбросил из дома. Он был найден первым из погибших. Накануне трагедии случилась семейная ссора и жена, забрав детей, ушла из дома. Как теперь выясняется, этот семейный конфликт спас им жизнь. Накануне этого вечера у нас в семье произошел скандал между мужем и мной. Я не стала связываться, собралась детей и ушла. Сначала хотела ехать к маме, потом я передумала, поехала к свекрови. И теперь я думаю, что он нас спас. Женщина рассказала, что в их квартире на самом деле находился газовый котел, но подключить его семья не успела. Почему все затянулось? Потому что девушка, которая оплачивает, была больна на больничном. Мы ездили туда два раза, потому что холода. Нам нужно было уже отапливаться. Самостоятельно никому я никого не подпускала. Ни в коем случае подключать ничего нельзя было. Поэтому котел это большое исключение тоже, что что-то могло быть. И соответственно, муж тоже не мог этого ничего сделать. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Основной версией считается утечка бытового газа. Но откуда и как это могло произойти, однозначной версии нет. По словам жильцов этого дома, проблемы с теплоснабжением у них были уже очень давно. Вчера я тоже разговаривала, приезжала ко мне подружка, и она мне говорит постоянно, как вот я к тебе приезжала, я чувствовала в коридоре запах газа. Прежде чем даже взорваться, в подвале стоял гул. Хоть нам и заменили регулятор давления, насосы заменили. Гул там стоял. И усиливался ночью этот гул. И даже когда нам воду дали отопление, звуки как-то они притихли, но звуки были. Но в пятницу на субботу у нас какое-то было шипение, было улиц. Я еще мужу говорю, выйди звук. Разбор завалов не останавливали ночью. Спасательные работы должны были закончиться сегодня утром, но из-за того, что судьба четырех человек была неизвестна, они продолжались. Сегодня к четырем часам дня их тела были найдены. Среди погибших шестилетний ребенок. По последним данным, из-под завалов извлечено еще четверо погибших. Это мужчина, две женщины и ребенок. Личности погибших в настоящее время устанавливаются. Всего таким образом у нас в результате инцидента с бытовым газом погибших семь человек. Это трое, о которых мы уже говорили, личности, чьи уже установлены. Мужчина 1972 года рождения, мужчина 1952 года рождения и женщина 1950 года рождения, жители квартир 54-55. И вот еще четверо погибших, которые нам предстоит установить личности. Эти женщины простояли здесь весь день. По понятным причинам они отказались говорить на камеру. Все, чего они ждали, это когда из-под завалов достанут их родственников. Самое страшное, я считаю, и что мешает, это гибель людей, которая, к сожалению, имела место в данной чрезвычайной ситуации. Соответственно, нельзя привыкнуть к тому, когда гибнут люди. Поэтому спасатели, такие же люди, переносят горе других через себя. А в целом, техники достаточно. Она отвечает современным требованиям. Использовались беспилотные летательные аппараты, которые вначале снимали данный объект для того, чтобы принять решение, как можно входить. А также для того, чтобы записать и в последующем передать в Следственный комитет. Спасатели работают в очень сложных условиях. Кровля может обрушиться в любой момент. За исключением той части, где произошел взрыв, дом готов к проживанию. Такое заключение привели после его обследования. Завершить разбор завалов МЧСники планируют к утру. На данный момент 13 человек находятся в больнице. Пятеро госпитализированы в стационары города. Характер их травм жизни не угрожает. Одна из них, более тяжелая пациентка, находится в реанимационном отделении областной клинической больницы. Ее 17-летний сын-подросток в детской областной клинической больнице. В наш стационар, в больницу скорой медицинской помощи, госпитализировано трое. В основном это небольшие травмы, ушибы, ссадины и переломы костей конечности. Пункт временного пребывания остальных пострадавших – гостиница «Учитель». Основная часть жильцов переехала еще вчера. Всем, кто в результате ЧП лишился имущества, уже сегодня выплачивали компенсации – по 10 тысяч рублей. Определяемся, записали, сколько кому, какой одежды, что нужно. Сегодня и завтра тоже будем выдавать одежду. Дети у нас занимаются, кому нужен подвоз, осуществляем в школы, туда и обратно, обеспечены учебниками и всем остальным. С вчерашнего дня работают психологи и здесь, и вот около дома, и здесь постоянно. У нас медицинский пункт здесь, милиция, постмилиция и психологи работают с тем, кому необходимо. Также сегодня жильцам разрешили зайти в свои квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Власти города обещают решить проблемы тех, кто остался без крова до Нового года. Это не значит, что люди два месяца будут находиться в общежитии. Им предоставят временное жилье из городского фонда. Те же, кто полностью лишился своих квартир до 31 декабря, должны получить новые. Сейчас самое важное – это восстановить документы и зафиксировать документально, какой ущерб нанесен имуществу. На данный момент следствие на месте взрыва продолжается, в том числе экспертами, сотрудниками, следователями центрального аппарата.